Моя между Анишгири и Пако Валихов закончилась в дроби. Что ты можешь сказать о этой матче сегодня? Это было очень очевидное положение. Мы играли несколько новых вариаций. Он получил идеи, но я думаю, что он не поменял очень много. После идеи это было только последний движок. И потом это было очень сложным. И это закончилось в дроби. И, ну, окей, что делать? Это последний рейт, и я уже довольно устал, когда я играл 7-8 часов вчера. Так что я не знаю. Аниш, какая ваша версия? Что случилось? Да, это было интересное оборудование. Я знал, что вы можете играть Бх3, потому что идея, что если он играет Нф6, то я играет Нф3, Е4, Нх4, то я играет Г6. И Бх3 может быть лучше в этом случае. Но, да, он сделал очень удобный способ, чтобы играть Нх6. И, конечно, я смотрел на эту версию некоторое время, и очень быстрее. И я начинал думать о том, как... Я думал, что я должен делать какие-то боевые движения, потому что Нх3 не имеет смысла. И я мог бы тоже играть на Е5, это может быть критическим способом, но я думал, что если мы начнем к конкурсе, то мы можем питаться в простой позиции, и это будет не очень весело. И в игре я взял оборудование, и я думал, что это не было для меня. Но я думал, что он должен показать что-то, и я буду крыла в свои кусочки, и я закончил с другой позиции. И я думаю, что я мог бы... Я не знаю, я мог бы немного оборудоваться на г-4, но я думал, что это интересно. И в конце он нашел очень хорошую идею на квин-дь-7. Не знаю, что это нужно, но он мог бы иметь компенсацию, но это было бы хорошая идея, для того, чтобы оборудоваться. Что ты можешь сказать о турнире? Как это было для тебя? Какие результаты? Как ты думаешь о том, как это чувствовал, играть здесь? Ну, это было немного оборудованно, как обычно. Ну, я думаю... Но не так много, а? Ну, я думаю... Не так много, а? Ну, я думаю... Не так много. Я думаю, что в Москве я думаю, что это было... В Москве, да, но я мог бы успешно победить в первую очередь. Это после... Каких игроков? Окей, много игроков. 27 игроков я успешно победил в первую очередь в этом турнире. И другие были минус-1 и минус-1 в Москве 50% и другие игроков. Я думал, что я играю рисковые игроки и все, но я просто не могу победить. Я сделаю миллион и... Ну, наверное, он тоже знает это ощущение. Я думаю, что ты был близок вчера. Можешь сказать что-то об этом игре? Да, но близок не важно. Это дает только половину пункта, если ты близок. Я близок, но... Я не знаю. Может, я победил в некотором моменте, но это не просто легко. Ну, я не знаю. Ты не анализировал этот игрок еще 7 часов. Это было достаточно, чтобы играть. Аниш, что ты говоришь? Да, я не работал очень хорошо. Я начинал хорошо. Я победил первую игру. И, да, в некотором моменте я остановился хорошо. Я просто очень плохим против Левона. И, да, я потерял несколько шансов. я победил против Яковлевенкова. Я победил очень хорошо до конца. И, да, я победил. И, да, вчера, я... я победил я победил в этой иглу. Я победил в Чехове и, да, я победил я... Я победил в Чехове и, конечно, в этом не опасная область. Но, в какой-то я успел пойти в непосредственно позицию и, да, я не знаю, что на меня и невероятное такое В такой ситуации, когда ты риск-free и лучше, это не важно, как плохо ты чувствуешь, потому что, конечно, он чувствовал очень плохо, он был очень сильным турниром. Он успел победить меня в риск-free позиции, и, конечно, это сделал мой турнир гораздо плохой. Потому что, если бы я играл вчера, это было бы не в пикнике, но, конечно, победить на минусе, это довольно больно. Но, конечно, есть какие-то позитивные вещи, которые я могу взять из этого турнира, и, конечно, я тоже попробую сделать это. Какой ты планируешь, если я могу спросить, за следующие недели? Я знаю, что, Пага, ты играешь в Волдрапиде и Близзе, верно? Ты совершил эту решение? Да, я играю в Арабии, и теперь, может быть, сегодня или明天, я начну проверить планированные текеты и виза, но, в основном, идея – играть там. Это главный турнир, который я буду играть в следующие месяцы. Аниш, вы будете играть там? Я не могу, но я буду играть в Вайканзе в следующем году, в начале следующего года, поэтому я всегда надеюсь на это. И, конечно, у меня есть возможность сделать лучше. Спасибо большое, желаю вам хорошего успеха, и спасибо, что пришли каждый раз и дали свои интервью, и делали свои идеи. Спасибо. 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 Продолжение следует...